В кабинете директора Павловского государственного колледжа растет эвкалиптовое дерево. Когда в 2006 году Владимир Анатольевич Гусев вошел в этот кабинет в сегодняшней должности, деревце было небольшим, а за эти годы эвкалипт вырос так, что в пору потолок менять. Конечно, этого делать не станут, но к 70-летию колледжа, а оно будет в октябре этого года, эвкалипт ждут перемены. Это уже у него третья катка. Начиналось все с очень маленькой катки, и чем больше катка, тем больше листьев. Поэтому следующий каток, который мы купим, вот он в этом году будет 70-летний, обещали подарить большой горшок для этого эвкалипта. Он, наверное, займет место, мне придется сдвинуть уже стол. Мы начали наш сегодняшний открытый урок возле эвкалипта совсем не случайно. Сам колледж похож на это дерево. Открывшийся в 1943 году, он так вырос, изменился, что его не узнали бы студенты тех военных лет. Каким был колледж, каким он стал, можно увидеть на макете, который стоит в музее Павлужского государственного колледжа. Первое сентября у первокурсников колледжа начнется именно здесь, в залах музея, что стало уже традицией. А пока есть время до начала нового учебного года, мы решили сами на некоторое время стать студентами, поступившими сюда учиться. Тем более, что экскурсию по музею для нас проводил директор колледжа. А когда же сам Владимир Анатольевич пришел в колледж, или вернее сказать, в Кипты, в Куйбышевский индустриально-педагогический техникум? Порог этого административного здания я переступил в 1986 году, когда пришел преподавать физику в это образовательное учреждение. Затем в 1990 году стал заместителем директора по учебной работе, только работаю директором с 2006 года. С того дня 1986 года прошло 27 лет. И все эти годы Владимир Анатольевич отдал единственному месту работы. Об этом ли он мечтал, когда рос, заканчивал школу? Дело в том, что у нас учительская династия. И папа был учителем, и мама была учителем. И большого, скажем, соблазна уйти в другую сферу у меня особо не было. Поэтому я поступил в педоинститут на физико-математический факультет, который закончил. И затем был оставлен в институте, в отраслевой лаборатории, занимался научной деятельностью. А затем с 1986 года работал сначала учитель физики. Когда Владимир Анатольевич только начинал здесь работать, музея еще не было. Его история началась чуть позже. И началась, как оказалось, с истории Великой Отечественной войны. Именно в этот зал ведут первокурсников, для которых многие моменты истории становятся здесь настоящим открытием. И затихают голоса, и становятся серьезнее лица, когда студенты спускаются в музейный блиндаж. Когда узнают о подвиге солдата, родственник которого потом учился в этом техникуме. Да и то, что техникум открыли в середине войны, это тоже стало подвигом советского народа. Трудовым подвигом. Преподаватели были освобождены от службы в рядах армии. Учащиеся находились на полном государственном обеспечении. Поэтому была такая уверенность в победе. Она как раз подтверждается созданием этого образовательного учреждения. Владимир Анатольевич с гордостью рассказывает об истории музея, об истории колледжа, о тех традициях, которые когда-то здесь зародились и сохраняются из поколения в поколение. Действительно существовали традиции, и, ну скажем так, люди, не воспринимающие традиции колледжа, они как-то здесь не задерживались. Потому что в определенной степени здесь работают патриоты и образование, и воспитание. Поэтому лишних людей, лишние люди, они просто ищут другие места. Я вам скажу, что буквально через, наверное, неделю работы ко мне пришел директор на урок Черепашкова Александра Степановича, который сейчас, к сожалению, его нет с нами. Мы будем отмечать 85 лет. Есть идея назвать отрезок улицы, который называется, в общем так, безлик автобусный проезд улицы Черепашкова. Не знаю, что получится из этого, но письма, которые необходимы для этого, мы уже написали. Так вот, он уже через месяц пришел ко мне, со мной побеседовал. Очень добрыми словами я хочу вспомнить рыбалку Олега Яковлевича, председатель цикловой комиссии, который очень много помогал мне, молодому преподавателю, постичь вот те традиции, которые свойственны кептам. Именно кептам. Евгений Леонидович Асаргин, он работал директором до меня, правда, сейчас его нет с нами, тоже замечательный человек, очень много сделал для колледжа, вот все, что связано с информатизацией, с телестудией, это все его заслуги. Когда вам предложили стать директором колледжа, не было внутренних сомнений? Конечно, сомнения были. Дело в том, что я пришел директором в колледж, в котором было построено столько, что в мою задачу входило не построить еще что-то, а сохранить вот в хорошем состоянии все, что было построено еще и для меня. И среди всех традиций сохранилась та, что когда весь педагогический коллектив в летнем отпуске, то директор колледжа на рабочем месте. Объяснение очень простое. Это набор нового поколения студентов. Приходят юноши и девушки, которые выбрали для себя дальнейшее образование в колледже. Кто вы? Племя молодое и незнакомое. Екатерина мечтала стать врачом, но к девятому классу передумала. Решила получить профессию в колледже и начать работать. Как дальше? Вот сначала колледж, а что потом? Потом высшее образование получать. Обязательно? В университете, да. Как представляете себя в этой профессии? Даже не знаю еще, пока что. Где бы хотелось работать? В таможенную службу, как бы потом, Батим. Как думаете учиться? Хорошо. Ну, вам это желаю. Спасибо. В Поволжском государственном можно получить одну из 20 специальностей. Любимое дело найдет и так называемый технарь, и человек творческий. А если есть сомнения в выборе профессии, то можно получить подробную консультацию прямо в приемной комиссии. Какие будущие студенты сейчас к вам идут? Насколько они знают о тех профессиях, которые вот выбирают? Детки разные бывают. Некоторые вот прям целенаправленно приходят, и да, мы чуть ли не с начальных классов мечтаем вот о данной профессии. Некоторые в растерянности, приходится им подсказывать. Вот некоторых действительно направляют родители, они продолжают дело родителей. Или родители считают, что они более осведомлены в современном рынке труда, что данную профессию, которую они предлагают, она будет более потом востребована. Если рассматривать предпочтения битурентов, то лидирующая по статистике у нас является юридическое отделение и специальность банковского тела. Вместе с тем, у большого количества ребят есть и девочки, подают на технологии машиностроения, техническое обслуживание, ремонт автотранспорта. Эти молодые люди уже сделали свой выбор. Еще один летний месяц, и начнутся студенческие годы в колледже. Начнутся, как мы помним, с посещения музея. И придут они в зал, который был создан при самом активном участии самих студентов. Что-то из экспонатов приносили и привозили из дома, от знакомых, а многое сделали своими руками. Благо, навыки и знания получили здесь, в колледже. Каждый студент, пришедший к нам на учебу в колледже, обязательно посещает все три зала музея, для того, чтобы иметь представление о том, что было, скажем, в нашей губернии. Я всегда стараюсь посетить занятия всего первого курса в течение первого семестра. Познакомиться с первым курсом, как только они пришли. Потому что к нам приходят с разных образовательных учреждений, с разными характерами. Приезжают из села. И когда я с ними знакомлюсь на уроках, то это потом позволяет решать некоторые проблемы, минуя заместителей директора, заведующих отделений, воспитателей. Они могут ко мне прийти напрямую или остановить в коридоре, задать вопросы. Вот это вот помогает студентам адаптироваться в колледже. Особенно в течение первых двух месяцев учебы. О таком отношении к студентам, к их проблемам рассказала нашему открытому уроку и выпускнице колледжа, а с 2008 года педагог-организатор ПГК Галина Леонидовна Ушмаева. Уже во время работы приемной комиссии она внимательно приглядывается к новым студентам. В течение как раз сентября мы знакомимся с новыми студентами. У них проходит классный чат, где классные руководители их информируют о том, что у нас создано такое огромнейшее социально-деятельственное пространство, в котором они могут найти себя. Безусловно, не все сразу же хотят заниматься. Они, в общем-то, пришли как бы некоторые учиться и только на это должны делать упор свой. Но вообще у нас из поколения в поколение передается вот эта традиция заниматься социально значимой деятельностью. И когда малая часть не хочет, скажем, заниматься какой-то общественной работой, или там спортивной деятельностью, или там танцами, или еще чем-то, то они чувствуют себя некомфортно, потому что они попали в ту среду, где все очень активные, где просто невозможно скучать, и им тоже хочется влиться в этот коллектив. В результате все занимаются заниматься. В результате все и занимаются, да. Виктория Понянчина непременно будет участвовать в творческой жизни колледжа. В своем родном селе Красный Яр она была звездочкой самодеятельности. Так что и здесь пригодится ее талант. Виктория в будущем хочет работать в правоохранительных органах. Выбор сделали родители, сделали вы сами? Нет, сделала сама. Родители послушали меня и отпустили. Как видишь свое будущее после окончания уже колледжа? Давай-ка мечтай. Буду работать, зарабатывать, соблюдать законы и следить, чтобы другие соблюдали их. Как-то так. Как ты думаешь, сложно будет учиться? Думаю, да. Но если интересно, то потом уже все нормально будет. Думается, у них все будет хорошо. Ведь когда есть желание учиться, то все получается. И даже если будут трудности, то здесь их решают все вместе. Вы идете на работу с удовольствием? Да. Работа мне нравится. Коллектив у нас замечательный. Нам было пора заканчивать наш открытый урок. Совсем скоро пустынные коридоры колледжа оживут. Вернутся студенты 2-го, 3-го, 4-го курсов. Придут и первокурсники. На сегодняшний день у нас подано на всей специальности полтора тысячи заявлений. И мне бы хотелось пожелать всем, кто подал заявление, всем им удачи. Хотелось бы, во-первых, пожелать всем в окружающей жизни уметь видеть лучшее. Это лучше выбирать и делать его прекраснее. И этим лучше жить. Потому что краски жизни, ну, увидеть дано не всегда и не каждому. Пройдет время, и мы обязательно вернемся в этот колледж. Ведь интересно, какие краски жизни увидит новое поколение студентов. А пока, ровно через неделю, мы вновь в эфире и на нашем сайте. Удачи всем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова